В Приморской картиной галереи показывают рыб. Подводные обитатели глазами более 20 художников Приморья. Мифология, сюрреализм и голос подсознания. Именно так можно описать эту выставку. 83 произведения совершенно разных авторов. Один из них Рюрик Тушкин. Он часто писал автопортреты, но без рыбы картина была немыслима. О творчестве художника нам рассказала его дочь Татьяна. Папы уже более 10 лет нет с нами, но я очень благодарна тем искусствоведам, которые обращаются к его картинам. Папа говорил так, рыбы на моих картинах это просто рыбы, а искусствоведы, ну не будем забирать у них хлеб. Это же их право что-то трактовать, говорить о символах. Но я думаю, что папа немножко лукавил. Он тоже был очень грамотный, знающий человек и понимал, что такое рыба. Собранная коллекция уникальна. У каждого автора свой подход. Здесь нет привычных натюрмортов. Если пейзаж, то с рыбой. Изображен человек, он сам рыба. Рыба есть даже там, где ее, казалось бы, нет. Вот же это рыба. Поэтому она рыба называется. На самом деле это сочетание графических пятен и та эмоция, которая вызывается этим пятном. То есть нет формально рыбы. Именно в этой картине. Выставка называется «Ихтеология». Ихтис рыба – логос учения. Отсылка к науке, но антинаучного в картинах намного больше. В центре внимания библейские сказочные сюжеты. Мы же жить не можем без добра и зла. Поэтому у нас противостояние зла в образе удильчика, хищника глубоководного и добра, в образе колобка, сказочного героя, который свойственен очень многим народам. Подобную выставку во Владивостоке организовали впервые, несмотря на то, что приморские художники к образу рыбы обращаются уже не один десяток лет. Как объясняет искусствоведы, для многих авторов рыба – это отражение страхов, возможной мечты или разочарования. С одной стороны, это как бы целый калейдоскоп разных художественных манер и художественных индивидуальностей. А с другой стороны, это такой кристалл с разными гранями, отображающими разных рыб. И вот в этом смысле выставка, мне кажется, она интересная. Подтекстов у изображенных рыб множество. Один из них – эротический. Поэтому так часто рядом с рыбой можно увидеть и нарисованную обнаженную девушку. Но бывают и прямолинейные картины. С понятным сюжетом, без тайного смысла. К примеру, есть одна вещь, этюдная, конечно, Ивана Ионченкова, художник, 76-й год, давно уже нет художника. И тема, которая связана с рыбой, это не философский какой-то аспект, а это рыбодобыча, которая происходила на островах. Он был членом шокотанской группы, он выезжал туда. И там вот эта рыбообработка, когда рыба – это только предмет труда и питания. Для жителей Владивостока это вполне очевидно. А значит, и выставка должна быть понятна. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.